Hi! Ты на канале Magic Family. Меня зовут Аня и у нас тут очень много домашних питомцев. И сегодня, ребята, я проснулась буквально полчаса назад. Сейчас очень раннее утро и мы отправляемся спасать ослика, который очень сильно болеет и живет сейчас в страшных условиях. И если он продолжит там жить, учитывая его болезни и его состояние, он просто умрет. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ролики. И мы поехали! Местная собака живет на этой ферме. Вот такая вот ферма. Привет! Коровки. Маленькие телятки. Кто тут? Совсем малышики тут спят. Он еще только родился. Где-то здесь, вот в этом жутком месиве из воды и грязи, я так понимаю, еще и какашек, наверное, да? Жил наш ослик бедненький. Осликам противопоказана вот такая сильная влажность, потому что у них пористые копытца. И им вообще нельзя влагу такой, потому что все ноги больные становятся. Прям солнечный денек сегодня. Мы узнали, что на этой ферме живет ослик. Он очень здесь страдает, и ему здесь очень плохо. Он болеет очень сильно, и его нужно отсюда забрать. И некому его забрать. Поэтому он сегодня поедет к нам. Маленький, красивый. Стоял, наверное, долго, не буду ставить. Да, да, да. Каждый год мы сгоняли эту улицу. А он ходит? Да, да. Они не глупые, как все говорят, что они глупые. Они просто очень медленно соображают. Поэтому нужно время, чтобы он подумал, что от него хотят. И ни в коем случае нельзя жесткостью, грубостью, потому что они тугодумы. Пойдем. У него ножки больные, да? Да, резит надо ножки. Надо копыток. У него они как-то странно стоят, копыта, да? Неправильно. Потому что они уже выросли и завернулись. И нужно ему... Все чистить, стричь. Прочищать копыта. У него лишай какой-то. Все будем лечить. Для ослика пришлось заказывать специальную машину большую, коневозку, чтобы его отвезти. Потому что он же большой, никуда не влезет. Вы хотели на нем сидеть сверху и коров пости? Да, да, да. А-а-а. И праздниками этот, и пьянами. Мы не умеем. Мы первый раз. Такой красивый. Какие у тебя глаза, уши какие. Давай, Махара. Раньше зайдешь, быстрее домой приведешь. Давай, пожалуй, пойдем. Маленький. Ну давай, мой любимый. Давай, давай, вперед. Давай, давай, давай. А ты что ешь? А что ты ешь, скажи? Что от коров остается? Я вот сказала. Что от коров остается? Вот, вот она. Давайте за низ его. За низ его вернее, наверное. Так, закрываем. А-а-а. Перед, а то он сейчас вернее. Так вот. И вот сверху, вот, вот. Сверху. Да, сверху, вот так стоит. Ну, ухи верил, он, может, просто чепанолет, чего-нибудь. Не-не-не-не. Бедный, у него совсем копыт нет, да? Мася, сейчас поедешь домой. А уши у него какие? Ушик, он корноухий, кто-то его откусил ухо. Корова, наверное, откусила ухо. А, у него уха нет, правда? Клос. Бедненький. А меня идет. Астафи его привязали, он будет стоять. Целая коневодка для ослика, который едет в новый дом. А откуда такие уши у него? Я вот на Паденка и Бесенка, у них такие уши. Слушайте, чудо-пес. Наш ослик поехал. Мы сейчас поедем за ним. Остановочка. Хорошо. Ой. Тихо-тихо, что пришел. Он какие-то звуки издает. Он боится, потому что. Мы все, поехали дальше. Ослик едет. Приехал в новый дом. Пойдем? Ну, у тебя, конечно, друг. Капывается. Какой ты большой, пошли. Пойдем. Он большой такой, вообще. Молодец. Травку. Ой, у него вообще какой-то тут пипец. Изуродованные копыта. Бедняга. Бедный, как он ходит. Ему, наверное, больно ходить. Заходи. Ушки торчком. Маленький. Пошел гулять сам. Смотри, кто пришел знакомиться с тобой. Маленький. Красивый. Ой, ест морковку. Ай. Ой, че-а-а. Он так лижет ее. Так. Еще морковку. Все надо вырезать. Вырезать? Вот это все. То, что завернуто. Угу. Это не то. Это не еда, дурачок. Он привык есть аж медки эти. В новом доме будет хорошо. Смотри. Кушай. Кушай. Еда. Еда. Да. Приятного аппетита. Это кормушечка для тебя. Кушай. Если бы сегодня мы не забрали малыша к себе, то скоро бы он умер, потому что у него очень серьезные проблемы со здоровьем. Надо пока что дать ему освоиться, побыть немножко здесь, чтобы он поел, попил, успокоился немножко. Ну что ж, ребят, вот такой вот у нас был сегодня сложный день. Спасение ослика от смерти, опасности прошло успешно. Теперь в нашем доме новый, очень необычный член семьи. И сейчас за ним требуется большой уход, чтобы дальше ничего не ухудшилось, и он остался в хорошем состоянии и стал здоровым. Поэтому мы еще вызовем ветеринара и будем вас держать в курсе, все показывать и рассказывать. Так что подписывайтесь на наш канал, ждите роликов. Мы вас любим. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok